МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Танцоров и артистов из числа студенческой молодежи. Со всех регионов это порядка более 50 тысяч принимают участие. На финал, который в этом году пройдет в городе Владивосток, планируется, что приедут 4 тысячи участников со всей страны. В галоконцерте выступили лучшие из лучших. Вокалисты исполняли свои композиции и перепевали классику. Начинающие операторы снимали сюжеты, а танцоры старались удивить жюри оригинальными постановками. А для некоторых студентов конкурс стал уже доброй традицией. Участвую не впервые, раз, наверное, четвертый. Да, четвертый курс, четвертый раз в последний курс участвую. Исполняла песни Уитни Хьюстон. Для меня участие в этом конкурсе – это, прежде всего, поддержать свой университет. Это уже стало традицией. Ну и проявить себя в очередной раз. Результатом сложной работы жюри стало вручение гран-при, которое завоевал танцор из Сибади Антон Шмидт. Кроме того, от Омской области на финалы Владивосток смогут отправиться 58 лауреатов. Это тот человек, который пишет уже 4 года в одном и том же направлении. Это посвященное стихотворению жертвам геноциды армянского народа. Тем самым я пытаюсь народу преподнести боль своего народа, показать то, что боль моего народа – это не только наша боль, это боль всего, всей планеты, всего мира, так как такое может произойти с любым народом. Остановить, как-то помочь, предотвратить преступления против человечества. Финал конкурса пройдет в середине мая. И во Владивосток съедутся победители со всех регионов страны, отобранные из полутора миллионов участников. И все шансы стать одним на миллион есть и у омских талантов.